В общем, ведем видео в режиме ночной съемки. Сейчас 2 часа ночи. Мы поменяли место, где можно поехать на Бельце. Тут, короче, магазин дальше, там Лидл и там какая-то стоянка. Вон там желтый Лидл. Короче, пока мы тут ждали возле какого-то подъезда на лавочке. Ну, не ждали, а спали. Да. Ну, ждали, спали, сидели. Короче, набежала куча этих голландцев, хотел сказать. Румынцев. Понадавали пакеты с едой. Там куча шоколадок. Подушек. Куча какой-то еды, шоколада. Там, короче, эти румынцы очень отзывчивый народ. Да. Вот. И что мы хотим сказать. Мы больше так не будем сидеть и ждать автобуса возле какого-то подъезда. Потому что это заканчивается заваливанием едой. И, наверное, такое делать не будем. Особенно спать вот так вот. Можно только вот так вот делать. Вот так вот. Ну, вот такие у нас приключения и изменения были. Да. Короче, мы им ответили добротой. Ну, вот так вот. Спасибо. Спасибо. Ну, что картинка поменялась. Мы на Молдове. На Бельце. Мы продолжаем находиться в Молдове. Ожидать своего, о своей очереди в паспортном консульстве. На продлении паспорта. Мы сейчас кушаем и пытаемся доесть то, что нам надавали в Румынии. То есть, весь подъезд нам начал выносить что-то. Еду там, одеяло. То есть, вот это такая вот непонятная реакция у румын. Я не знаю, что это. Да, мы сидели вот, ожидали автобуса. Да. Ну, три часа надо было где-то посидеть. Во-первых, мы еле нашли лавочку. То есть, посмотрите, сколько здесь лавочек в Румынии. Вот реально. Сколько здесь этих лавочек. Ой, в Румынии. В Молдове. Я их что-то путаю, эти страны уже. То есть, выбор здесь огромный. В Румынии мы не могли найти лавочку. Еле нашли, сели. Да, мы сидим, мы ждем. Но нам надо три часа где-то сидеть. Нам надо три часа ждать. Люди сначала проходили. Потом начали что-то выносить. Спрашивать. Ну да, но мы беженцы. Но это же не значит, что мы там прям голодные, прям такие несчастные. Мы, вот Гарик свидетель, я говорю, нам не надо ни еды, ни одеял, просто посидим и подождем. То есть, все равно вот эти вот реакции, все равно заваливание едой. Ну, мы, конечно, благодарны румынцам, румынам. Спасибо большое. Но не стоит так стрессовать по поводу беженцев из Украины. Мы, как видели, отблагодарили их на подъезд, нацепляли шариков. Вот. Смотрите. Мы заехали в Молдову. Что бросается в глаза? Знаете, вот, как говорится, что не так в своей стране, понимаешь тогда, когда с нее выезжаешь. Это громко сказать, что Голландия своя страна, но мы в ней пробыли пять месяцев и есть с чем сравнить, вот с той же Молдовой. Смотрите, здесь климат. Климат сухой. Здесь солнце. Здесь нет перемен погод. В Голландии постоянно перемены погоды. Постоянно влага. То есть в день может быть и пять раз дождь пойти, и шесть, и семь, и десять. Туча при дуну, туча налетела, дождь, потом опять солнце, потом опять дождь, потом опять солнце. То есть это постоянно. В Голландии постоянно лазают какие-то черви, слезняки. Они везде. По асфальту. Здесь такого нет. То есть здесь чисто. Мы с Херсоном. В Херсоне мы привыкли приблизительно к такому климату. Чистое небо, сухой воздух. И мы к такому привыкли. В Голландии, конечно, безусловно, есть огромное количество плюсов. Я никак не критикую Голландию по факту, что я от нее уехал. Но есть что с чем сравнить. И это просто для интереса я рассказываю. Я никак ее не критикую. Что интересно еще. Вот здесь в Молдове сразу бросается в глаза. Ну здания, понятно, СССРовские. Вы их сейчас наблюдаете. Тоже бросается. И качество дорог тоже, конечно, бросается в глаза. Но я не об этом. Когда едешь, трусишься. Качество дорог тоже бросается в глаза. Ну нормально. Мы к ним раньше еще на Украине привыкли. Бросается в глаза. Я спросил, там девушка проходила. Я спросил. Скажите, пожалуйста, вежливо. Где здесь консульство Украины? То есть была такая пауза. И она так сквозь зубы как-то это сказала. Что я подумал, что... Сначала я подумал, что она в наушниках. Смотрю, вроде не в наушниках. То есть вот бросается в глаза отклик населения. В Голландии сами тебя здороваются, откликают, улыбаются. Вот это вот все такое открытое. Здесь наоборот все закрытое. И может это и хорошо, когда тебя никто не дергает. Но это тоже бросается в глаза. Сейчас мы, слава богу, успели к 3 часам. Сейчас час за 2 часа приехать. И будем продлевать, пытаться паспорт. А дальше мы будем ехать на и отрывать велосипеды. Ну не сразу. Мы хотим отоспаться. Мы ночь почти не спали. Была такая дурная ночь. Будем отсыпаться. Потом на следующее утро будем откапывать. И были вот такие вот. Да. Мы вообще вялые. Никакие. Мы на Кишиневском вокзале. Гарик очень переживал за то, чтобы мы успели на наше село. Тут пересадочка была с одного вокзала на другую. Вот мы сейчас здесь. Вот. Короче, все получается пока. Все хорошо. Поменяли евро на молдавские леи. Очень интересные эти леи. Смешные. Короче так. Осваиваемся. Молдова нам чем дальше, тем больше нравится. Мы решили вот так с одного вокзала на другой пересадочку сделать. Потому что с того вокзала, откуда мы ехали, автобус отправлялся в 8. И мы бы приехали в 12 часов ночи в наш приют, и никто бы нам, соответственно, не открыл. А так мы можем попасть часов в 8, ну, в полдевятого, и может нас пустят, да? Да. Потому что мы не хотим третью ночь не спать. Мы реально две ночи не спали. Одну ночь в 3 проснулись, другую ночь вообще не спали всю ночь. Короче, вот так вот. То есть мы реально не хотим третью ночь не спать. Ребята, запустили нас в такие номера, в такой номер. Мы... Это, конечно, не Голландия, сразу скажу. Но тут все намного проще. Но знаете что? Мы так благодарны, что мы не на улице, что у нас отдельное помещение. Что это продолжает функционировать, это убежище. И просто тут люди классные. Мы уже их знаем, нас узнали. Гарик побежал с детьми гулять, которые тут его узнали спустя полгода. Короче, будем отдыхать, обустраиваться и строить планы. То есть мы очень довольны, что есть место, что мы не остались на улице. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok